Всем привет! Всех с наступившим уже новым годом, пока идут импровизированные каникулы. Ну, у вас, может, настоящие, у меня импровизированные. Решил найти время и, наконец, записать обзор программки, про которую часто спрашивают, которые я использую для мониторинга ресурсов компьютера во время тестов. Как сказал-то красиво. В общем, что нужно сделать, чтобы в играх в левом углу появились такие же цифры, которые показывают нагрузку процессора, видеокарты, их температуру и еще кучу параметров. Раньше, чтобы такая магия произошла, нужно было установить и настроить три отдельных программы. Это MSI AutoBurner, RivaTuner и Hardware Monitor. Метод, конечно, рабочий, но не очень удобный. Весной 2017 года, наконец, появилась программа, которой я уже с тех пор пользуюсь, и называется она FPS Monitor. Ее главное преимущество то, что тут все настраивается сразу и в один клик. Вообще, была одна причина, почему я до сих пор не сделал обзор этой программы, потому что она не умела рисовать графики фреймтаймов, и для этого все еще приходилось использовать связку из MSI AutoBurner и RivaTuner, что не очень удобно. Но к концу 2017 года FPS Monitor научился делать и это, так что теперь это полнофункциональный инструмент, все в одном, о котором я вам сейчас с удовольствием расскажу, и покажу, как я его настраиваю под свои тесты. Итак, скачиваем программу с официального сайта, устанавливаем и запускаем. С этим, надеюсь, проблем не возникнет. Когда запустите, вас встретит вот такое большое серое окно, и сразу же окошко с несколькими предустановленными сценами. Можете покликать, два раза кликаете на любую строчку, и сцена подгружается, то есть вот вы сразу видите, как оверлей будет выглядеть в игре. Может быть, вам понравится что-то из того, что уже есть, но я подгоняю всегда под себя. Есть у меня уже некоторые предпочтения. Тут есть и компактные варианты, чтобы разместить где-нибудь в углу во время стрима, чтобы он не мешался, но все же отображал какую-то информацию. И есть огромные такие вот оверлеи с очень подробной детальной статистикой, но это уже для тестов, соответственно. Можем остановиться вот на первом же, точнее на втором пресете, который называется Benchmark, просто выбираем загрузить. Если вам не очень нравится смотреть просто на серый фон во время настройки оверлея, то можете загрузить скриншоты с какой-нибудь игры, чтобы было удобнее сориентироваться, но в целом не вижу в этом необходимости. Вроде и так все понятно, где элементы будут находиться и сколько места на экране они займут. Вообще весь оверлей состоит из отдельных и независимых блоков, которые вы можете перетаскивать как вам угодно, куда угодно, и, соответственно, также независимо настраивать. Есть, кстати, кнопочка, которая помогает все организовать более-менее аккуратно. Называется она «Выровнять по сетке». Ну и, собственно, размер сетки вы тоже можете настроить сами покрупнее или помельче, но как вам будет удобно. Также эти блоки можно удалять или создавать новые. То есть, например, можно сделать два окошка с мониторингом состояния процессора. Да, по сути, хоть десять. Просто нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем «Добавить оверлей» и выбираем «SysInfo». По умолчанию откроется вот такой вот скромный квадратик. Кликаем по нему снова правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства». Откроется окно со всеми возможными сенсорами и настройками для этого квадрата. В общем, давайте все удалим. Минус – это удалить сенсор, плюс – добавить. Ну, в общем, удаляю, чтобы просто не запутаться и ничего не мешалось. Выбираем «плюс» и вот там разделы. Все, что относится к фреймрейту, средние показатели по процессору, более подробные показатели по процессору, все, что относится к видеокарте, к жесткому диску, к оперативной памяти и к сети. Ну, в данном случае выбираем просто CPU. И, как видите, уже здесь данные появились. Здесь они все не умещаются. Сейчас выберем, ну, если вот сюда нажмем на «плюсик», видим, что все 8 ядер мониторятся. Нажимаем «Ок» и сейчас сам квадрат нужно немножко растянуть. Вот, теперь все уместилось. Как видите, данные в обоих квадратах теперь одинаковые, но места они занимают все же по-разному. Если вы хотите, чтобы они совсем были одинаковыми, то снова возвращаемся в «Свойства» нового квадрата и изменяем размер шрифта. Ну, то есть, снизу у нас все, что относится к сенсорам, сверху – это, скажем так, все, что относится к стилю. По умолчанию у шрифта стоит импакт 14-го размера. Собственно, чтобы сделать его меньше, можно, например, выбрать 10-й размер. Окей, и, как видите, сразу же надпись становится меньше. Чтобы подвинуть столбики, просто дважды кликаем внутри квадрата и двигаем столбики как, опять же, как вам угодно, как вам нужно. И потом кликаем просто по пустой области, и все сохраняется. И то же самое, если нам нужно сделать надписи крупнее, просто выбираем не 10-й, ну, не знаю, там, 22-й, например, шрифт, и еще можно его сделать наклонным. Естественно, можно шрифт полностью поменять на другой, ну, тот же Arial, например. Вот, пожалуйста. Сейчас покажу еще кое-что, связанное с подстройкой этой программы под себя, но сначала удалю все, что есть на экране, чтобы не мешалось. Создадим, например, зону мониторинга за видеокартой. Правой кнопкой мыши по пустому пространству, добавить оверлей, сисинфо. Снова наш знакомый скромный квадратик. Снова по нему правой кнопкой мыши свойства. Снова удаляем сначала все, что здесь есть. И через плюс выбираем раздел GPU. GPU — это видеокарта, и у видеокарты есть целая куча сенсоров, или подсенсоров, называйте, как хотите. Тут название, температура, загрузка ядра, ну и прочее-прочее. По умолчанию оно все сразу активировано. Если мы нажмем ОК и растянем вот это вот наш окно-квадратик, то увидим целую строчку, ну, собственно, вот со всеми этими показателями. Снова возвращаемся в свойства и отключаем ненужные. Ну, ненужные они условные, конечно, все зависит от ситуации, но обычно я отключаю напряжение ядра, то есть просто убираю галочку, и, как видите, сразу надпись исчезает. Скорость кулера тоже в большинстве случаев не особо важна, что в оборотах, что в процентах. Но, в общем, оставляю, как правило, название, температуру, загрузку ядра, тактовую частоту ядра и общее использование памяти. Все остальное убираю. И в итоге получается вот такая аккуратная строчка. Но что делать, если мы все же хотим добавить мониторинг скоростью вращения вентиляторов и напряжения ядра, но не в эту же строчку, а куда-нибудь справа-снизу, например. Но делаем так же, как и с процессором. Добавляем новый оверлей, новый квадратик, также сис-инфо, также заходим в свойства, оставляем только GPU и идем, скажем так, обратным путем. Все вырубаем, оставляем скорость вращения кулера и напряжение ядра, например. Окей. Окей, вот они по умолчанию в конце. Опять же, дабл-клик, двигаем, куда нам нужно их и в каком порядке мы хотим видеть. Клик по пустому месту, изменяем размер этих показателей и двигаем в правый нижний угол, как изначально и хотели. Для мониторинга видеокарты, может быть, это и не самое необходимое действие, но для отслеживания фреймрейта что-то такое вам точно понадобится. Почему? Добавим оверлей со всем, что относится к фреймрейту. Думаю, для вас это действие уже привычное. Правая кнопка мыши, добавить, сис-инфо, свойства. Как будто бы делаем с нуля. Итак, добавляем раздел FPS через плюс. Как видите, у FPS есть свои подпункты, и они сразу же выделены. Если мы просто нажмем ОК и растянем вот наш свежесозданный квадрат, то увидим целую строчку с разными данными, некоторые из которых хочется сразу же сделать покрупнее, как, например, показатель текущего фреймрейта. Но если мы изменим шрифт, или размер шрифта, точнее, например, ну, тот же, 26-й, то у нас изменится все, что есть в этом квадрате. Поэтому я здесь делаю следующим образом. Отключаю все, кроме самого показателя мгновенного FPS. Все остальное можно вырубить. Даже, собственно, название. Так понятно, что это фреймрейт. И теперь можно шрифт сделать даже не 26-м, а каким-нибудь там 48-м. Подвинем все это дело левее, потому что изменим размер самого квадрата. Ну, вот так. И куда-нибудь в угол. Ну, а рядом уже более мелким шрифтом можно добавить тот же размер кадра игры или версию DirectX, которая в данный момент используется. Также создаем новое окно. Также оставляем пункт FPS, но отключаем все, кроме необходимого, естественно. Вот, время кадра в миллисекундах, размер кадра игры и тип рендера игры. Окей. Надписи есть, они просто прячутся. и также двигаем их куда нам нужно. Не знаю, почему сейчас горит 8 на 8, но если зайти в игру, то, соответственно, будет 1920 на 1080 или какое вы разрешение выставите. Может быть, там, 2560 на 1440. Окей. И куда-нибудь рядом. Ну что, получается довольно аккуратно. Сейчас еще покажу, как нарисовать график. Также нажимаем правую кнопку мыши, добавить оверлей, и выбираем уже не просто SysInfo, а графики SysInfo, какая неожиданность. По умолчанию создается график нагрузки процессора. Также через правую кнопку мыши можно попасть в его свойства. И вот, пожалуйста, по умолчанию, это загрузка процессора. Вообще, это может быть график абсолютно чего угодно. И температуру, или нагрузка каждого отдельного ядра процессора. Или все та же скорость вращения вентилятора видеокарты. В общем, все, что можно вывести в числовом значении, все это можно сразу отрисовать в график. Даже температуру плана кооперативной памяти и входящий или исходящий интернет-трафик. Но меня в данном случае интересует график фреймтайма, поэтому я захожу в раздел FPS и выбираю время кадра в миллисекундах. Ну и, собственно, все. Можно еще не рисовать вот эти дополнительные оси или полосы, и изменить цвет, скажем, на какой-нибудь зеленый. Хотя обычно я оставляю белый. Но в целом, вот он вам, пожалуйста, график фреймтайма готов. Как только вы зайдете в игру, он сразу начнет рисовать, ну, все соответствующие неровности. Вообще, зачем я это все объясняю и показываю? Ведь можно просто взять и выбрать готовую сцену. Ну, просто чтобы вы ориентировались и могли, опять же, настроить программу под свой вкус и свои нужды. Я, например, вот этот вот текстовый блок или блок с пояснениями, какое именно железо сейчас используется, переношу вниз. И отключаю отображение скорости входящего и исходящего интернет-трафика. Так, где он здесь прячется? Вот, нет. Вообще эта строчка не нужна. И еще, как правило, я сразу меняю шрифт, потому что импакт, который используется по умолчанию, мне не очень нравится. Я обычно ставлю Microsoft Sans Rift, по-моему, полужирный. Окей, да. Ну, как по мне, это глазу приятнее. Вообще, все это можно не делать. Как вы видели, все настраивается, по сути, в один клик. Просто запускайте программу и выбирайте что-нибудь... Ну, это мы уже изменили. И выбирайте что-нибудь из предустановленного. Ну и, собственно, все. Вы можете уже за системой следить. Все вышесказанное было просто для того, чтобы вы, ну, сразу лучше в этой программе ориентировались и, если что, могли ее подстроить, как я уже говорил, под себя. Слушайте, и чуть не забыл два важных пункта. Первый это то, что вот эти вот окна, квадраты или оверлей могут содержать в себе более одного элемента. То есть, сейчас покажу, что имею в виду. Добавляем. Сис-инфо. И сразу же видно, что вот вам, пожалуйста, и FPS, и показания процессора видеокарты. Но если подстраивать более тонко... Опять же, удалим все. Например, первой строчкой мы хотим, чтобы были данные о видеокарте. Название, температуру, загрузка, тактовая частота, остальное не так важно. Второй строчкой добавить показания по процессору. Ну, а третий... Ну, пусть те же данные о жестких дисках, например. Причем об одном из трех и только название и температуру, например. Все. Вот такой Frankenstein получается. Нажимаем ОК. И вот вам, пожалуйста, наш кастомный... Наш кастомный оверлей. Второй важный момент это то, что границы, собственно, вот этих блоков, они не отображаются в играх. То есть, они нужны только, чтобы вам было удобнее ориентироваться и чтобы было удобнее их выравнивать. В играх вы просто видите текст. Ну что, и на этом, пожалуй, буду закругляться. Уж не буду показывать абсолютно все кнопочки в программе и все варианты встроенных сцен. Думаю, что вы сами со всем разберетесь. Как видели, все это очень просто. Мне было важно показать сам принцип, что все есть в одном месте, абсолютно все датчики и все меняется буквально кликом мыши. Добавляется окно, убирается окно, изменяется размер. Все это в одном клике от вас и не нужно бегать по 20 подменюшкам в трех разных программах. Но при этом есть один немаловажный момент. То, что программа FPS Monitor, про которую мы весь выпуск говорили, она не бесплатная. Вообще, FPS Monitor стоит 399 рублей, но на новогодних праздниках его отдают за 299. Я не знаю, какая у него дальше будет ситуация с ценой в 2018, и уж тем более не знаю, когда именно вы этот выпуск смотрите, но пока цены вот такие. И, как говорится, подождите, это еще не все. У FPS Monitor есть совершенно бесплатная и ничем не ограниченная по функционалу демо-версия. Единственное, чем она отличается от купленного варианта, то, что у вас на экране, помимо датчиков, также будет висеть заметная надпись о том, что, ну, собственно, это демо-версия. Но если вы планируете пользоваться этой программой всего пару раз в год или просто хотите ее сначала протестировать перед покупкой, то да, воспользуйтесь демкой. Скачивается она все там же с официального сайта. По сути, у программы вообще одна версия, просто перед первым запуском она вас просит запускаться и в демо-режиме, или же у вас есть ключ, который вы готовы ввести. Ну и совсем напоследок, если вы все-таки хотите купить эту программу и перейдете на официальный сайт по ссылке в описании, то после вашей покупки наш канал получит небольшой бонус от разработчиков. Для вас это совершенно ничего не будет стоить, то есть, неважно, перейдете вы по ссылке в описании или просто зайдете сразу на официальный сайт FPS-монитора и купите так, цена для вас будет совершенно одинаковой. Ну что, и на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание, теперь вы знаете, какая программа выводит цифры в левом верхнем углу в играх, так что скачивайте, пробуйте, тестируйте, делитесь мнением в комментариях, ну и увидимся с вами в новых выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok